Друзья, всем привет и вы на канале Ушатайка. На прошлой неделе на турнире Fight Nights в Астрахани состоялся резонансный бой. Юсуп Шуаев нокаутировал Григория Пономарева и стал чемпионом промоушена в тяжелом весе. Во время поединка Пономарев показал сопернику средний палец. Из зала кто-то выкрикивал оскорбление в адрес Пономарева. А после боя в клетку ринулись друзья Шуаева, за что боец потом был оштрафован лигой на полмиллиона рублей. Плюс много шума вызвало решение рефери поднять парней в стойку спустя 4 секунды после того, как Пономарев из фуллмаунта безуспешно попробовал сделать болевой. Ссылки на интервью с Юсупом Шуаевым, Камилом Каджиевым и рефери в описании. А здесь откровенный разговор с Григорием Пономаревым. Он объяснит, почему показал средний палец, жестко прокомментировал действия рефери и выразил несогласие с позицией Камила. А сейчас небольшое объявление. Мы перезапустили наш телеграм-канал, а также создали сообщество во Вконтакте, куда заливаем все наши видео. Обещаем, там будет даже интереснее, чем здесь. Так что обязательно подписывайтесь. Ссылки в описании. Прошла ровная неделя с момента твоего боя против Юсупа Шуаева в Астрахани. Что осталось внутри? Улеглись твои эмоции? Да, на самом деле я там дико как-то эмоционально. Ну эмоционально как-то не воспринял это. Я нормально это воспринял. Единственное только, что, конечно, некоторые моменты по поводу судейских вот этих решений тоже для меня очень непонятные. Непонятные очень реакции людей, то есть руководство поймает. Очень для меня непонятные. Непонятные действия по поводу изменения, изменения правил. То есть очень все так туманно и непонятно. Я нормально. У меня жена только очень эмоционально к этому относится. Очень злится на самом деле. Но сейчас со временем все уляжется и все будет нормально. Даже не стал брать неделю-две на восстановление, а сразу отправился в зал, да? Да, знаешь, что лежать. Все равно я ж тут не дерусь, не спаррингуюсь, веса большие не поднимаю. Просто так все в кайф, так, чтобы, знаешь, соки пустить чисто, для настроения, чтобы дома не засиживаться, да и, знаешь, чтобы не деградировать. Можешь ли ты сказать, что на бой выходил со стопроцентной подготовкой? Абсолютно. Во всех. Куда ни ткню, везде стопроцентная подготовка была. Что касаемо психологически, физически, функционально. Пусть там, извините за выражение, пиздец половина, что что-то ты там подустал. Вообще, у меня даже мысли малейшие не было. Во-первых, и сам бой такой еще, такой, ну, нельзя было устать, реально. И прямо в мыслях даже не было уставать, реально. И я себя очень хорошо чувствовал. То есть, если надо, и пять раундов отработал бы, правильно? Да, да. На самом деле, честно скажу, я заряжался на все пять раундов. Потому что я понимал, что у Юски будет план, его будут строполить, чтобы меня туда, типа, затянуть. А я думаю, я торопиться не буду. Не буду вот это нагнетать обстановку. Буду все пять раундов работать. Потому что когда-то все равно надо себя проверить. Да и не ради, там, знаешь, проверки, а просто это, ну, это была, ну, это мой тактический ход был. И на самом деле, всех огорошило, так как я вышел и начал работать. Все думали, что я сейчас, как носорог, побегу в ноги и начну его забивать. А я встал в центре, и все. Юсуп растерялся. То есть, геймплан тебя устроил, да, изначально? Да, абсолютно. Он изначально и был такой. Даже все удары, которые я бил, все они изначально прорабатывались на тренировке. Не все, конечно, я бил. Ну, я их откладывал, откладывал, думаю, постепенно, постепенно начну нарастать, нарастать темп. Все джебы, все лоу-кики, это все была проработка с командой. Вся вот эта борьба, все вот это в конце, это все проработка с командой была. Что из запланированного сработало, а что нет? Все проходы, все лоу-кики, все джебы, все сработало. Средний палец в середине раунда тоже входил в планы? Нет, нет. Ну, если вы хотите, давайте поговорим про этот средний палец. Потому что он, наверное, многим не дает покоя, наверное. И у многих сознание затемнено. Я не думаю, блядь, приехал этот панамарек обнаглевший, пальцы показывает. И хорошо, что его уронили, типа, хоть наказали его. Я скажу так. Я человек, который занимается спортом уже с пяти лет. И у меня воспитание, можно сказать, ну, не побоюсь сказать, олимпийское. И у меня нету вот этой вражды в спорте. У меня есть спорт, у меня есть спортивная составляющая. И у меня нету, знаешь, привычки разговаривать, жестикулировать. Вот это все. Да, может быть, где-то я могу повыделываться. Но это, оно никак не отразится на самооценке, на каких-то межличностных отношениях между мной и соперником. А с какого-то вообще перепуга, вообще, я не понимаю, это, я не знаю, там, у него мужкиста в голове спалилось. Ну, что, вообще непонятно. Он, ну, ладно, ладно, я бился год в союзе с такими, как он. И вот эти, вот эти все угрозы, там, я тебя там после сейчас ринга, там, тебя на улице выловлю. Я наслушался, и у меня настолько, ну, это как уже иммунитет был, поэтому я даже не обращал внимания. Но когда Юсу начал говорить, как бы, давайте, давайте скажу прямо, я хотел вы***ть твою жену, это уже лишнее. А когда он меня? Ну, ну, когда? Во время боя, когда? То есть он видит, я не ведусь вот на это, я не знаю, может быть, это у него тактика была, вывести меня на эмоции, я не знаю, что это у него было. Ну, ладно, там, я тебя сейчас хлопну, там, мы тебе сейчас там локоть в жопу засунем, там, и так далее. Там, вот это, это все понятно, это все, это все ожидаемо было. Но когда вот это, знаешь, трогают третьих людей, причем моих близких, причем жену, я хочу вы***ть тебя и живу. Зачем? Во-первых, зачем меня? Ты что, гомосексуалист, ты, ну, ничего. Ну, это непонятно, непонятно, зачем. Ну, естественно, я не то, что не выдержал, я не то, что не выдержал, я же не вафля, но я маленько-то ему обозначил тоже позицию, что... И, опять же, он больше разозлился, чем я. Я держался в нормальной кондиции, я вообще все держал нормально. Ну, нет, я не оправдываю себя. Да, пропустил базар и мед. Это все четко. Это опыт, есть на чем поработать. Ну, и я понял с этого боя, что я очень сильно прибавил умственно и технически. Наверное, многие все заметили. Ну, поэтому вот и весь палец отчего, все причины этого пальца. Я не люблю этот палец показывать, на самом деле. Меня не учила мама, я не учил папа этого, меня не учил тренер этого. Я, сами знаете, с какой команды, которые очень сдержанные ребята. Ну, я думаю, когда они дерутся с американцами, американцы им такой темы не говорят. А тут какой-то рынок какой-то овощной был. Ну, что это такое? У тебя не было цели, да, разозлить его, вывести из себя? Абсолютно никакой. Я, ну, мы изначально, мы с Юсупом, честно скажу, до боя нормально общались. Мы в декабре с ним, когда мы уже, когда я отбился в Минске, мы стали понимать, что мы будем драться. И он там написал пост, там, типа, кого-то там хотел задеть, там. Ну, я никого не хотел задеть. Я ему сразу обозначился. Юсуп, тут все только по спорту, все спортивная составляющая. Мне не нужен хайп, мне не нужно вот эта вот вражда, там, вот это, знаешь, микрофону там по лысине друг другу бить, там. Это мне не надо. Ну, давай это маленько как-то обрулим. Он со мной согласился. То есть он согласился со мной. Давай, все нормально, без хайпа, без вот этого дергания. Только спорт и, ну, и драка между нами. Ну, мы сами все видели. А в какой момент он нелицеприятно высказался в твой адрес? Ну, это был, по-моему, первый раунд, потому что, я, насколько помню, палец был в первом раунде, потому что у нас вот этот невероятно золотой судья нас между первым и вторым раундом свел, типа, давайте без жестов, там, и так далее. Вот, и, собственно, без жестов, давай без жестов. Просто я мог... Ну, мы там и легли, мать. Ага, говори, говори. Я мог подумать то, что тебе в том числе не понравились, очевидно, нелицеприятные слова из угла Юсупа Шуаева, и, возможно, по причине этого ты показал средний палец. Но я лично не услышал вот эти слова, которые были озвучены тобой. Нет. Знаешь, я тебе, опять же, повторюсь, я уже привык к этому. Я уже слышал неоднократно такие слова, и давным-давно, и, знаешь, я ничего там нового не услышал. Поэтому на них реагировать, я больше реагировал на свой угол и на соперника, и все. А то, что там с угла кричат, ну, может быть, у них была тактика такая, я хер знаю. Потому что, честно вам скажу, до боя тоже все было не сладко и не гладко, когда мы были в раздевалке. У меня вот, если бы не тренер Сергей Алистаркович и господин Антигулов там что-то кружил, как поршун в моей раздевалке. Ну, все что-то вламывались, что-то все туда пытались зайти, что-то, блин, ну, непонятно. Непонятно, зачем вот это было. Правильно я понимаю, что их не устраивало что-то? А, да я не знаю, я же в наушниках сидел. Я отвернулся, сидел в наушниках, а, ну, дядя Сережа там их, это, отшугивался, как голубей. Я не знаю, что они там хотели мне сказать. У вас же еще встреча состоялась до боя, вот за день до боя с Юсупом. Да, да. Вы о чем-то говорили, пожали друг другу руки. Мы там какое-то интервью дали на телеканал. Общее, вдвоем. Ну, оно там нормально все, все культурно и по делу. На фейсе мы нормально постояли. На взвешивании утром все хорошо было. Все нормально было, все без инцидентов, на самом деле. Все, ну, все вели себя достойно до какой-то поры времени. Григорий, давай теперь рассовем по порядку твои претензии. У меня претензий, на самом деле, никаких. Меня там не засудили, ничего. Претензия одна. Ну, не то, что не претензия. А если ты, ну, ошибся, ошибся. Ты же человек, ты же не машина, не робот. Ты ошибся. Признай, что ты ошибся. Ну, что ты там сидишь про какую-то священную корову рассказываешь? Это что, священная корова, что ли? Как ты мог понять за две секунды, что я расслабил мышцы? Ну, вы же сами, наверное, слушали вот это интервью душетрепательное. Я, говорит, увидел, что он расслабился и там, типа, я не смотрел его. Я просто отрывками, урывками вот так посмотрел. Потому что, ну, слушать таких высокоинтеллектуальных людей, походу, я не смогу. Это не мог вообще понять за две, за три секунды. Да не было. За сутки, по-моему, до этого был турнир в UFC. В UFC, давайте честно, отборный народ работает. Нет, там тоже судьи ошибаются, но они признают свои ошибки. Ну, там был бой. Там у них чувак три раунда яйца нюхал. Просто нюхал яйца. Не то, что бил там, а тут активная работа вылазит. Ты ее просто нарушил. Ты украл мой хлеб, понимаешь? Не, может быть, это, ну, скажем. Просто это ладно бы я. Ладно бы у меня какие-то претензии. Я там, знаешь, типа, обиженный, упал там, на него съелся, что он меня поднял. Так это же не первый раз такое было. Вчера, наверное, вы видели пост «Выложи в Марсио». Он там и меня приплел. Ну, в нормальном смысле. И тоже об этом в судье. Он там лез прям. Он лез прям в полевой. Лезет в полевой прям. Ну, я что-то дурак какой-то или что, или я дилетант в спорте. Или я вообще что-то, ну, много чего не понимаю. Зачем? И он доказывает на серьезных щах сидит, взрослый человек, что это нормально. Единственное, что здесь, ну, реально, вот, тут никому нет претензий. Все просто, ну, люди, ну, кто такой боец? Ну, он боец, он рабочая сила. Кто под него будет подстраиваться? Никто. Вот есть руководство там, Камиль Гаджиев, там, Имам, Ямир Мурадов. Есть судьи там. Единственное, как они могут реабилитироваться сейчас, я вот скажу, пусть это там услышат, дай бог, и поймут меня. Единственная реабилитация сейчас для них, это дать мне реванш без каких-либо сейчас преград. Там, давай подерись, там, сейчас, вот тебе надо там три боя сделать, потом давай еще раз за поезд. Нет, сразу реванш. Никаких там, вагапово, что там. Сейчас сразу прям с пылу жару. Договариваемся, сколько месяцев, там, надо ему четыре, там ему три, сколько. И мы договариваемся о реванше и бьемся. Тут уже дело, тут уже дело не в поясе, тут дело уже в самой, ну, в самом бою. Ну, в принципе, реально. Ну, ты же уже понимаешь, что правила немного изменены? Я бился по панкратиону, и я под такие правила тоже, я могу подстроиться. То есть немного геймплан будет другим, но примерно в таком же ключе будешь... Конечно, да нет, а может быть я о чем-то там как-то изловчусь, о чем-то как придумаю. У меня фантазия очень богатая. Конечно, все, геймплан другой будет. Когда вас подняли из фуллмаунта, у тебя ноль реакции тогда было, как будто так и должно было быть, даже, ну, возражений не было. Я просто, ну, я понимаю, что спорить сейчас, ну, в бою, на самом деле в голове у меня полный капец был. Я думаю, что происходит, что здесь происходит, что у вас происходит, это... Я не показал просто эмоциями, там, лицом, там, не стал возникать, потому что спорить с судьей, ну, это, ну, из моего опыта оно ни к чему не приводит. Это только выбить себя сейчас из клеи вот с этой вот, вот с этого куважа бойцовского. Ты остыл, он остыл, отдышался, там, и так далее. Это, опять же, не работа, не на себя же была. Поэтому уже можно, опять же, еще раз пройти и лечь, понимаешь? А вот этот спор уже, ну, он... Ну, просто в следующий раз я буду умнее и буду у Ходотайского, честно говоря, чтобы этот рефери больше не осудил, там, вас, как-то, меня, там, я не знаю. Естественно, от него никто, ну, я так понимаю, не избавится, его никак не накажут. Он вес золота какой-то, топовые рефери, походу. И просто я буду пытаться Ходотайского, чтобы он меня больше не осудил. С Камилом Гаджиевым какое общение у вас состоялось? И состоялось ли оно вообще? Да мы так созвонились, по-моему, на утро, да, на утро мы созвонились, он спросил, как я себя чувствую, там, когда у меня рейс, и все, в принципе, мы так, скупо поговорили. У меня там больше жена с ними общалась на это все время. Жена с мамой общалась и с Камилом, потому что я маленечко, ну, после боя, естественно, маленькое состояние было, мы разговаривали. А утром мы с ним созвонились, ну, он мне позвонил, мы поговорили. Ну, все без негатива, мне нахер не нужен, что он должен. После драки, там, махать кулаками. Просто я думаю, что люди с пониманием должны понимать, что творится вокруг них. Они, видимо, маленько, ну, я не знаю, они просто не хотят, видимо, понимать. Либо тут пахнет чем-то, чем-то наебаловым. Ну, Камил, ты сразу вот на следующий день, утром, что тебе сказал я? Мы, помню, общались сразу по поединке, и он согласился с решением суди поднять вас. Вот, поэтому этот момент... У человека написано, написано в инстаграме, в шапке, люблю хоккей и борьбу. И он тут же соглашается с тем, что надо было с борьбы поднимать. Ну, я не знаю, там не было, я не считаю, что была та борьба, которая вот, которую надо было поднимать. Борьба была активная на самом деле. Правда скажу, активная. То есть смена позиции с болевого, там, с одного лучшего кладета. Я ему сразу на эту же руку сразу второе начал делать. Там, подобивал маленькие. То есть активные действия были абсолютно. Меня научил Союз работать активно вкладками. Потому что вот в Союзе как раз-то частенько поднимали, и это понятно было, почему. Там понятно. Там потому что все вот это. Лег, залеживание, вот это вот. Но в профессионалах, в профессионалах маленечко непонятно. Хотя работа была очень активная. Но я, ну это даже не, я не свою работу оправдывал. Это люди другие говорят, знающие, профессионалы говорят, что работа действительно активная бывает. Ты как-то за две, опять же, за две секунды понял, что я расслабился, что мы залежались там. Можно понять, что залежался соперник, ну, братьев, боец, от минуты до полторы. А ты за две секунды это понял. Григорий, как в твоей команде отреагировали? На бой в целом и на конкретно данную ситуацию? Ну, на ситуацию, конечно, все в глубочайшем ужасе. Ну, не в глубочайшем, но пребываю в таком, в легком негодовании, так скажем. По поводу боя еще не разговаривали. Ну, с дядей Сережей поговорили, он говорит, в принципе, все нормально было. Ну, вот это маленько надо было поработать, вот это. Так, в принципе, все нормально, говорит, работал. С Александром Васильевичем еще не разговаривали, с Федором Вадимовичем. Мне позвонил только Вадим Немков, с Валей Молдавским я разговаривал. И так спросили, как здоровье. Так по обоим меня особо не спрашивают. Только про ситуацию про эту, по-моему, столили вот эту всю тему. И все, и закрыли на эту всю тему. То есть пока Федор Емеляенко никак не прокомментировал данную ситуацию? Ну, наверное, прокомментировал. Мне еще ничего не говорил. Мы еще не видели, не созвонились. Ну, и сейчас маленькое там другие дела. Сейчас Вадим Немков уезжает. Да, поэтому вот этот негатив сейчас на себя лепить, это и не нужно. Они сейчас должны Вадика настроить хорошо. Дай Бог, чтобы он победил. И все. Поэтому не надо пока. Сейчас я прилечу там, чтобы мы все с глазу на глаз поговорили, обсудили. Я думаю, это будет правильно. А вот это по телефону сейчас даже и не нам. Ну, если коротко, что Вадим сказал? Так, коротко сказал, что... Ну, не... Все естественно про судьбу, что непонятно, зачем вот эти подъемчики будут. Непонятно для кого-то. Ну, с момента боя сколько поддержки ты успел получить вообще от всех? Да, наверное, 98% поддержки. Вот реально я вот... Ну, благодарен всем, что многие пишут, поддерживал. Некоторые там, знаешь, с победой поздравляют. Но это, конечно, уже слишком, но все равно приятно. А соли 2% это что? Ну, это там, типа, знаешь, слышь, ты рот закрой, ты же упал, типа, что-то там оправдываешься. Я говорю, я не оправдываю. Да, я упал, но... Маленечко тут что-то поправил, под накосячили, конечно. Что касается тех умников, которые пишут мне, вот у Гриши в углу никого не было, а у Юсупа там толпа, толпа болельщиков. Так, ребята, вы возьмите билеты, прилетите в Астрахань или туда, где в следующий раз будет Гриша драться. И поддержите парня. Он же нормально, достойно представляет российский ММА, белгородский ММА, старооскольский. Вообще любой ММА он достойно представляет. А у него в итоге, в углу, его тренер, взрослый мужик, его жена. Поэтому это вопрос не к нам, а вопрос к вам, к тем, кто пишет. Ты видел, наверное, да, что Камил Гаджиев еще говорил по поводу твоего угла. То есть, находился твой тренер, твоя жена и, по большому счету, никого. Это волновать никого не должно. Какой у меня угол? У меня угол, во-первых, культурный и сдержанный. Если затронуть нормальные международные организации, а Камил Гаджиев себя оппозиционирует международная организация, потому что у нас бьются бразильцы, у нас бьются казахи, то есть у нас международная организация, люди, во-первых, должны сидеть на месте. По правилам люди должны сидеть на месте, не прыгать, как это, по витрине с рыбами. Куда я упаду, туда, и вся вот эта делегация, сколько их там, человек 15, сколько их, 20, они вот так вот бегают вокруг клетки за это. Куда я упаду, туда, и они за мной. Положено 2 секунданта. У меня сидела, ну, у меня еще был Катман, еще один паренек мне помог, у тебя Сережа, ну, и жена стояла. То есть, ну, у меня какого-то дискомфорта людям, мой угол не создавал. Что он говорит? Мне надо 150 человек вокруг клетки выстроить, чтобы безопасность создать. Значит, ставь 150 человек вокруг клетки. Ты сам знаешь, какой у тебя промоушен. У тебя такой опыт бесценный, это мага Исминеева. Поэтому, блин, ты уже собаку на этом схавал. Ты должен понимать, что у тебя есть, будет и может произойти. Ну, я не могу его учить, он сам себе хозяин, он шеф этого всего, но маленечко как его мышление, я ее не могу понять. И в некоторых моментах я с ней не согласен. Ну, извините, конечно, Камиль, но я не согласен с вами. Все нормально с Камилой. Он что, мне подножку поставил, скорее, Камилу, или что? Все нормально. У Камилы каждый занимается тем, чем он должен заниматься. и делает то, что он должен делать. Камил делает свою работу, я делаю свою работу. Все. У меня вообще к нему претензий никаких нет. Он нормальный мужик, он все четко делает. Просто я говорю, маленький ход его мысли, и вот это я, ну, его не понимаю. Может быть, когда-то мы с ним сядем один на один или там втроем, и он мне может быть честно скажет, объяснит, скажет, ну, это вот так, вот так, Грифан. Я все пойму. Я все пойму на самом деле. Эмоций у меня там нету, там не зашкаливает, что там я, капец, обиженный, там нет, все четко. Будем ждать твоего возвращения. Кстати, она когда ступится примерно? Как только, так сразу. Я, ну, я всегда в боевой готовности. Сейчас мне все равно маленечко надо. У меня такой хороший сезончик вышел. Я в сентябре, в декабре, в январе, в марте подрался. У меня, в принципе, плотный график вышел. Мне все равно маленечко надо маленького полгода. Хотя бы там месяц-полтора. Я думаю, я заслужил маленько. И работа над ошибками, тренировка, и все, и я в полной готовности опять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok